Здравствуйте, друзья! С вами, как обычно, Павел. Сегодня я хотел бы рассказать об этом датчике. Он пришел буквально мне вчера. Кинули его в почтовый ящик. Вот он, маленький. Значит, смотрите, что это. Это датчик температуры и влажности DHT22. Их как бы в серии их две. То есть, DHT11 и DHT22. 22 более навороченные. Вот. Ну, давайте по техническим характеристикам я их сравню. То есть, DHT11 у нас определяет влажность в диапазоне от 20 до 80% влажности. Определение температуры от минус 40 до плюс 125 градусов. Частота проса один раз в 2 секунды. подождите, это вру-вру-вру-вру-вру. Все, заново. DHT11. Значит, определение влажности в диапазоне от 20 до 80%. Определение температуры от 0 до плюс 50. Частота проса один раз в секунду. Вот. Определение... А сенсор DHT22 вот как раз. Вот. Он, значит, определение влажности в диапазоне от 0 до 100%. Определение температуры от минус 40 до плюс 125 и частота проса один раз в 2 секунды. Вот. Я просто смешал в кучу. Вот. Значит, смотрите. Вот эта штучка может работать от минус 40 до плюс 125 градусов. То есть, ее можно легко, допустим, подключить к Ардуино еще Wi-Fi и отправить жить на улицу, да? И будем знать температуру на улице. Вот. Значит, я как бы его заказал. Он есть еще в комплекте с резистором сразу. То есть, на него еще тут платка такая надета небольшая. Вот. И три вывода. Тут четыре. Для чего эта платка? Вообще, этот датчик рекомендует обязательно подключать с помощью резистора еще дополнительно. Потому что иначе можно сжечь Ардуинку ну или Raspberry Pi смотря куда вы ее подключаете. Вот. Но так как я подешевле ее заказал, решил попробовать, вот, то я без резистора ее заказал. Но резисторы у меня как бы есть отдельно. Вот я их в одном из видео обзор делал. Специально для Ардуино как бы кит я заказал резисторов. Их там по чуть-чуть разных номиналов. Вот. И, собственно, резистор у меня есть. Поэтому я перемкнул ножки. Вот. И все должно заработать. Значит, давайте по ножкам сейчас я вам расскажу. Их вот 4 вывода. Первый, значит, это у нас питание. Вот. Второй вывод данных. Третий у нас не используется. Вот. А четвертый это земля. Вот. Значит, смотрите, как я его подключаю. Вот я взял Ардуинку. Уже с платкой как бы все готово. Вот. Смотрите. То есть, получается у меня вот красный провод. Это идет на питание Ардуино 5 вольт. Черный провод. Сейчас я поближе туда. Черный провод идет у нас на землю. А белый провод это у нас данных. Мы его на D2 в Ардуино нано подключаем. Вот. Что сделаем с датчиком? Вот у меня, видите, получается 1, 2, третий пропускает четвертый. Вот. Между первым и вторым вот я вставил резистор номиналом в 10 кОм. Вот. Ну что ж. Берем просто датчик и вставляем вот в первые 4 разъема. Вот таким вот образом вставили. Все. По идее, все должно быть верно подключено. Теперь надо зайти на компьютер, вот, скачать скетч, установить и все должно у нас заработать. Ну давайте перейдем на компьютер, подключим Ардуино. Вот. И что у нас из этого выйдет? Так. Ну что ж, друзья. Вот мы перешли на компьютер. Вот. Я схему вам открыл, но у меня просто Ардуино нано, а это Ардуино нано, но не имеет значения, потому что у нас контроллер одинаковый, то есть от МЭЛ МЕГА 328П. Вот. Поэтому не имеет значения, просто форм-фактор другой, а так все у нас то же самое. Значит, что мы тут видим? Вот он сам датчик, вот он подключен, подключены, получается, первое питание, вот, если по линии так смотреть, питание вот у нас идет сюда, вот, и по этой линии вот сюда питание уходит и подключается на 5 вольт. Датчик у нас от 5 вольт должен подключаться. Вот, я забыл это сказать. Значит, смотрите, второй провод вот у нас вывод данных, да, что-то я запутался, вывод данных у нас подключается вот во второй пин. Вот. Но на Arduino Nano он называется D2. Ну, 2, D2 одинаково, в принципе. Вот. Ну и земля, естественно, земля у нас подключается к земле. Что насчет резистора? Вот он резистор, видите, да, что эта линия, то есть вывод данных и вот эта линия питания у нас переключена резистором в 10 кОм. Вот. Ну, все, в принципе, все должно быть понятно, ничего сложного в этом нет. Значит, поехали. Что мы первым делом делаем? Ну, первым делом мы подключаем Arduino. Подключаем Arduino, проверяем, на каком она компорту. То есть, правую кнопку управления компьютером, порты, COM-порт у нас сериал COM-3. Значит, открываем нашу Arduino, как он называется? Ну, в общем, программу разработки Arduino, скетчей. Вот. Открыли. Первым делом заходим в скетч, подключить библиотеку управления библиотеками. Вот. Тут у нас получается все доступные библиотеки примеры для Arduino. Нам тут в поиске вбиваем DHT-22. Это наш библиотека нашего датчика. Значит, видим, вот мы нажимаем сюда и нажимаем установку. Вот. Но я уже установил его, как бы, но суть не меняется. Нажимаем установку, все, он установился. после этого, что мы делаем? Нажимаем файл, примеры, и так, файл, примеры, ищем библиотеку, которую мы скачали. Вот она, DHT-сенсор, вот, DHT-тестер. Открыли. Вот у нас получается скетч уже готовый. то есть вот показано, что выход у нас на второй порт подключен, выход данных. Вот. Ну и, собственно, все. Остальное вот тут у нас описано на английском. Вот. Значит, что мы делаем? Проверяем скетч, правильный ли он, работает ли он. Да, все, скетч использует там 7 килобайт, вот, занимает 15% памяти, вот, загружаем в Ардуинку. Все, в Ардуинку загрузилась, дожидаемся, когда загрузка закончится. Все, загрузка завершена. Теперь открываем монитор порта, что мы видим тут? И вот начинается у нас показывать, что у нас влажность 35% каждые 2 секунды, вот, у нас значение обновляется, то есть 35% температура у нас 26 градусов 60, но это немножко неверно, вот, потому что я датчик сейчас держал в руках, снимал вам видео, вот, мне потребовалось где-то минут 15, чтобы он подостыл полностью, вот, но еще сегодня, как бы, сегодня на дворе лето, первый день лета, вот, он остывает довольно-таки долговато, вот, но сути не меняет, да, все, как бы, показывает, все верно, вот, еще, конечно, вариант, можно подключить LCD-монитор, да, и вывод сделать не на компорт, а на LCD-экранчик, вот, но у меня его, как бы, нету, поэтому я его заказал, но пока довольствуемся тем, что есть, вот, как только он придет, я думаю, еще видео сделаю на вывод именно температуры на экранчик, так, ну что ж, видите, все очень просто, подключить датчик, ничего сложного совершенно, вот, кому понравилось видео, ставьте лайки, вот, подписывайтесь на мой канал, вот, с вами был Павел, все, всем удачи, добра, позитива, хорошего настроения, пока-пока.